Всем привет! Сегодняшнее видео я снимаю по многочисленным просьбам, особенно девушке Светланы, которая очень часто мне пишет и просит показать упражнения для того, чтобы сделать красивыми колени. Она первая, кто мне написал, и она спрашивает, как убрать жир над коленями. Несмотря на то, что она стройная, ее смущает то, что над коленями у нее висит жир. После переписок ВКонтакте выяснилось, что это у нее вообще никакой не жир, у нее лишнего жира в общем-то и нет. Оказалось, что это просто дряблая кожа, которая скапливается над коленями из-за того, что у нее слабые мышцы, бедер. Поэтому не спешите думать, что у вас там много жира или еще что-то. Сначала необходимо разобраться в истинной причине, почему же у вас не очень красивые колени. Итак, как же все-таки подтянуть колени? Что для этого необходимо делать? Для начала мы с вами рассмотрим варианты, выясним причину, что не так, а затем будем выполнять упражнения. Итак, для начала начнем с жира над коленями. Откуда берется жир и как от него избавиться? Вообще, конечно же, определенный процент жира на теле должен быть как у женщин, так и у мужчин. Но, конечно же, если он лишний, то от него необходимо избавляться, даже не только потому, что это эстетически не очень красиво, но и это очень вредно для здоровья на самом деле. Задумайтесь об этом. Что касается жира над коленей, как от него избавиться? Вы не сможете целенаправленно избавиться от жира только над коленями. Вам необходимо будет избавиться вообще от лишнего жира. Если вы будете избавляться от жира подкожного во всем теле, соответственно, жир будет уходить из ног, над коленями он тоже будет уходить. Как это сделать? Конечно же, и здесь я не буду умничать, и здесь будет ответ такой же, в общем-то, как у всех тренеров. Это питание. Прежде всего, питайтесь правильно. Естественно, жир накапливаться у вас не будет. Он будет сгорать, если будете питаться правильно и заниматься физическими нагрузками. Что касается питания, это отдельная тема. Я не буду очень долго о ней рассказывать. Просто вам скажу, что для того, чтобы похудеть, необходимо создать определенный дефицит калорий. В основном его создают именно за счет углеводов. Потребление углеводов. Причем, я не говорю о простых. Мы их вообще убираем, простые углеводы. Это сладкое, мучное и так далее. Газировки всякие, там соки сладкие, вот эти пакетированные углеводы. Даже за счет сложных углеводов. Каши. Можно немного урезать каши, добавить больше овощей и больше белковой пищи. Вот тогда вы сбалансируете свое питание. А также не забываем о правильных жирах. Транс жиры нам не нужны. Нам не нужны насыщенные жиры. Нам нужны ненасыщенные растительные масла. В общем, этого будет достаточно. Обязательно питайтесь правильно. Вообще, это основа всего. Тогда жир будет уходить. Как над коленями, так и весь лишний, который у вас есть на животе, на бедрах. Ну, еще какие-то частя, которые вам не нравятся. Вот. Что касается кожи, обвившей кожи над коленями. Как ее подтянуть? Здесь все очень просто. Здесь вам необходимо просто подтянуть мышцы бедер. Есть определенные упражнения, которые целенаправленно идут на проработку передней части бедра. То есть на наши квадрицепсы. Когда ваши квадрицепсы будут подтянутыми, естественно, кожа тоже будет подтягиваться. Да? И она не будет скапливаться у вас под коленями. Что для этого нужно? Выполнять упражнения на квадрицепсы. Это приседания, это разгибания ног, это выпады. Это вот такие три основных упражнения, которые задействуют наши квадрицепсы. Что касается именно самих колен. Вот этой части здесь тоже можно потянуть с помощью определенных упражнений. Где вы будете максимально чувствовать именно вот это место. Где будет жир гореть максимально. Конечно же, это аэробика, аэробные упражнения. У меня есть упражнения на орбитреке, вот на этом. Внизу я оставлю ссылочку, вы посмотрите, что это за упражнения. И как их можно выполнять. Но если у вас нет орбитрека, не отчаивайтесь. Я вам покажу упражнения, которые можно выполнять не без орбитрека. Которые тоже максимально утомляют мышцы. И помогают вам тем самым сжечь лишний жир. А также одновременно эти мышцы подтянуть. Итак, давайте начнем. Если у вас нет орбитрека, какие упражнения можно выполнить? Здесь на самом деле все очень просто. На упражнение в орбитреке, это больше вторая часть для утомления ног. Я вам показываю, что упражнение необходимо выполнять в приседе. В данной ситуации мы тоже будем выполнять упражнение в приседе. Итак, как оно выполняется? Мы с вами присаживаемся. Прогибаем обязательно поясницу. Наша попка должна торчать. Отводим таз назад. И остаемся в таком положении. Вы можете продержаться какое-то время в таком положении. Выполняем упражнения статически. Статические упражнения, помимо того, что укрепляют ваши сухожилия, делают более выносливые мышцы, они еще очень хорошо помогают сжигать жир, калории. Вообще все упражнения помогают сжигать калории. Это ни для кого не секрет. Так вот, мы начинаем со статического упражнения. Вот с такого приседа. Здесь очень важно обращать внимание на то, насколько вам комфортно. Что я имею в виду, говоря комфортно? Есть люди, у которых проблемы с коленными суставами или тазобедренными суставами. Здесь вам необходимо будет присесть таким образом, чтобы не доставлять себе болевых ощущений именно в суставах. Об этой зоне комфорта я говорю, а не о мышечной. Когда наши мышцы горят и начинают трястись, это очень-очень хорошо. Значит, они работают. Так вот, выберите для себя определенный угол. Не нужно приседать слишком низко. Это очень вредно для колен, в принципе, для всех. Делайте так, чтобы был угол или 90 градусов, или немного больше. Вот, даже в полуприседе вы можете держаться в таком положении. Что мы делаем дальше? С этого приседа мы с вами начинаем идти. Так же, как мы с вами шли на арбитреке. Мы идем с вами вперед. Несколько шагов и назад. И ходим так до тех пор, пока наши мышцы не будут гореть. Пока вы просто уже не сможете ходить. Тогда, конечно же, мы с вами встаем и отдыхаем. Это очень эффективное упражнение для похудения ног вообще. И, конечно же, наши колени тоже скажут вам спасибо за красоту. Что касается разгибания ног, то здесь я вам неоднократно показывала упражнение. Это вы садитесь на скамью или на стул. Надеваете утяжелители на ноги. Садитесь плотненько к спинке. И начинаете разгибать свои ноги. Точно так же вы можете выполнять статические упражнения. Вы поднимаете свои ноги и держите их в таком положении. А затем снова выполняете динамические упражнения. Не сгибаете и разгибаете свои ноги. А также существует еще одно очень замечательное упражнение. Я о нем даже не знала до того, пока не пошла учиться на тренера. Мой инструктор мне его показал, научил его делать. Потому что ему огромное спасибо. Но это упражнение, оно, я вам сразу скажу, подойдет не всем людям. Оно на самом деле очень трудновыполнимое. То есть технику понять очень сложно. Конечно же, его лучше сделать под наблюдением тренера. Или пробовать делать его сначала в очень короткой ампледуте постепенно, чтобы понять принцип. Я вам сейчас его покажу. Объясню, как его делать. Это упражнение, оно довольно-таки травмоопасное. Если выполнять его неправильно и неаккуратно. Это приседания, сизифовые приседания, это они называются. И выполняется оно следующим образом. Вам нужна какая-то опора. Вам нужно за что-то держаться. Вы становитесь вот в такой позиции. То есть пятки вы сплодите вовнутрь вместе, а носочки вы разводите. Ну, приблизительно, если смотреть вниз, то где-то вот на 45 градусов. Сейчас я буду показывать буквы по упражнению, чтобы вам было видно. Значит, в чем принцип? Когда вы держитесь и стоите в такой позиции, вы должны приседать таким образом, чтобы ваше тело от колен до макушки составляло одну сплошную линию. Странно звучит, возможно, когда во время приседания, если они приседают, у нас происходит изгиб в коленном суставе, а также в тазобедренном. Здесь у нас изгибы и в коленном суставе, а также в галлюзостопе. Так вот, что мы с вами делаем? Во время приседаний мы переносим вес на носок. Мы начинаем приседать таким образом, чтобы наши колени выходили вперед и в пол. То есть мы начинаем подниматься на носки и выводить колени вперед и вниз. Что же происходит с остальной частью нашего тела? Мы должны прижать ягодицы наши, зажать и напрячь максимально мышцы кора для того, чтобы суметь удержать себя в ровном положении. Сейчас я продемонстрирую. Когда мы с вами поднимаемся на носки и опускаем колени в пол, мы якобы выталкиваем себя не зажимая, а выталкиваем себя вниз. Вот получается что-то вот такое. Мы переносим вес на носок и колени выступают вперед. А затем мы колени выпускаем в пол. Вот как это выглядит. И поднимаемся. Это упражнение очень хорошо развивает и укрепляет наши мышцы, мышцы наших квадрицепсов. Вообще это упражнение, оно просто очень уникальное. Оно тренирует все мышцы нашего тела. У нас тренируется голень, у нас тренируются квадрицепсы, а также в статическом режиме бицепс, бедра, ягодицы, мышцы пресса и спины. Оно очень сложно выполняемое. И здесь нужно очень внимательно следить за техникой, чтобы себе никак не навредить своему здоровью, своим суставам. Это упражнение не пользуется огромной популярностью у бодибилдеров по той простой причине, что в основном выступающие бодибилдеры, вот эти вот огромные качки, они не хочут много травм. Потому что они всегда хотят быстрых результатов и очень часто травмируются из-за больших бестов. Когда они используют беста, которые им не подходят, конечно же, нарушается техника, они травмируются и, в общем, не выполняют. Асидиповые приседания, это очень эффективные упражнения, но действительно, они сложно, их сложно подпринять, сложно выполнить правильно. Но если вы научитесь выполнять правильно, то вы выполняете травм, и все будет хорошо. И действительно, вы можете подключить свои колени. Они будут выглядеть просто прекрасно. И, конечно же, когда вы научитесь выполнять, и будете выполнять вообще этих проблем, вы можете взять какое-то отягощинку небольшое. В идеале, если это будет жилет, утяжелитель, потому что, если одну руку вы будете держаться, а в другой руке у вас будет гантель, то вес будет распределяться неравномерно. Есть еще замечательные упражнения, это выпады. Всевозможные выпады, я снимала видео моих любимых упражнений для ног. Вы можете посмотреть там, или же просто в сборнике. Я собрала для вас все упражнения, самые лучшие для мышц, но выполняемых дома. Все эти выпады там есть, выпады с прыжки, обычные выпады, классические, вперед-назад, диагональные выпады на месте, выпады с скамьи. Ну, еще раз называют выпады с скамьи, а наоборот, подъем на скамью, ну, в общем, тоже можно называть. Очень хорошо помогают избавиться от жира над коленами, упражнения, приседания или выпады с выпрыгиваниями. То есть, плеометрические такие выпады, но они подходят не всем людям, они не подходят людям с больными суставами, когда вот совсем все плохо. А также их нельзя выполнять очень часто, потому что даже здоровый человек может повредить себе. Здесь все просто. Я вам показываю, еще раз продемонстрирую. Там необычные приседания. Или такие же точно выпады. А также очень, о, я даже уже чувствую, также очень классные приседания с выпрыгиванием, которые выполняются с узкой постановкой, но еще маленькой, вот с добрым. Ну, опять-таки, их нужно выполнять осторожно. Если у вас проблемы с уставами, вы, конечно, можете попробовать, но я вообще вам не рекомендую. Я советую вам выполнять просто обычные приседания, приседания в ходьбе, медленные приседания, выпады, разгибания ног. Здесь тоже, подберите небольшой вес и выполняйте на большое количество повторений. Ну, то есть, это от 15 до 20. В общем, это лучшее упражнение, которое есть для того, чтобы сделать ваши колени красивыми и подтянутыми. Тренируйтесь на здоровье. Достигайте поставленных целей. Если у вас есть вопросы, задавайте мне их в личных сообщениях или в Ютубе, или ВКонтакте. Буду ждать и с удовольствием на всех вопросы вам отвечу. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. А также напишите мне в комментариях, научились ли вы выполнять дизм с приседаниями. Очень интересно. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.